Проблема, которую удалось решить совместными усилиями. Освободить место под новый манеж конном и клубе ВИВАД помогают их предприятия-шефы. Городской проект вышел на новый уровень и теперь поддерживает не только муниципальные учреждения. Подробнее об этом расскажет Юлия Савинцева. Пойдем прибить? Да, пойдем. Конь Виконт понимает маленькую хозяйку с полуслова, ведь вместе они тренируются уже год, осваивают конкурс, преодоление различных препятствий. А впервые Настя села на лошадь в 7 лет. Сейчас у нее уже третий разряд, но мечтает стать мастером спорта. Поэтому впереди еще много работы. Мы с ним участвуем в соревнованиях, посягаем новые вершины, получаем разряды. Мне нравится работать с такими большими животными. Когда с ними работаешь, очень много адреналина выделяется, и это очень классно. Конным спортом Настя занимается в клубе ВИВАД. Он существует в Вологде с 2008 года. Сначала располагался в Молочном, а на улицу Промышленную переехал в прошлом году. Помещение помогли подобрать городские власти. Сейчас здесь занимаются более 50 человек, осваивают выиску, конкурс и троеборье. Кроме того, педагоги ведут и специализированные занятия по реабилитации детей со сложными заболеваниями. Но и подрома, который сейчас есть у клуба, катастрофически не хватает. Нужен дополнительный манеж. Конный спорт нужно развивать. Он очень такой популярный, очень зрелищный вид спорта, очень интересный. Он для всех возрастов, от детского до более такого взрослого, пенсионного возраста. Если будет манеж, будут у нас уже более большие перспективы на другие виды спорта. На строительство манежа клуб получил грант, но пока территорию занимает свалка, которую устроили здесь местные жители. Очистить от мусора площадку под новый манеж взялась компания «Вторресурсы» в рамках городского проекта «Шефы». Предприятие уже поддерживает два детских сада Вологды. В одном построили спортивную площадку, в другом заменили систему канализации. Теперь в списках подшефных и клуб «Виват». Здесь вес большой, объем большой-большой вес. Здесь и бетон, и бытовой мусор, и поробочные остатки, и много всего, что просто не должно здесь находиться. Здесь еще большое количество грунта, надо вывозить порядка где-то метр глубиной, придется выкапывать до глины. Чтобы площадка для будущего манежа была ровной, предприятие планирует еще и подготовить грунт под фундамент. Работы как минимум на неделю, а затем можно начинать строительство. Такое сотрудничество фактически открыло новую страницу в реализации проекта «Шефы». Предприятие стало поддерживать не только муниципальные учреждения образования, культуры, спорта, но и другие кружки и секции, где занимаются вологодские дети. Сейчас шефскую помощь получают около 150 учреждений. Ее размеры превысили сумму в 40 миллионов рублей. Мария Суворова, Максим Дышковец, Вологда Портал.